Окей, мы продолжаем чтение и разбор статьи «Осенние праздники» Хагей Тишей из книги Рава Шерке, книга, которая называется «Боадмуэт». Те, кто хотят посмотреть предыдущий разговор предыдущих занятий, пожалуйста, посмотрите в записи, будет ссылка на запись предыдущего занятия, а также ссылки на все предыдущие занятия, так что вы можете ознакомиться. Мы не будем сейчас повторять, чтобы не терять время, все, что у нас было до сих пор. Ну вот мы остановились на таком месте, где разбирается, что такое «Яреха и Таним». Окей? То есть там как бы такая идея была, что вообще, я говорю более-менее по памяти, но думаю, что близко к тексту, была идея такая, что у народов мира было принято отсчитывать года с хода Шетишлея. Окей? Вот. А как бы, ну, если можно сказать, еврейское нововведение через пророчество, через Моше, через Всевышнего, было связано с тем, что был некоторый хедуш, а именно начинать считать с Нисана. Таким образом было как бы, ну, я говорю своими словами, поправьте меня, обгиюривание или гиюр, вот, или добавление святости к общепринятому народу. В общем, какая-то такая, Раф Шерки проводит идея, с одной стороны, вот универсальный аспект, то есть повторяли то, что не взяли то, что делали народы, но с другой стороны, внесли как бы совершенно другой аспект, связанный с Нисаном. Ну вот, и там приводились всякие доказательства археологические, насколько я помню, о том, что действительно у древних народов было принято с Хагетишлей. Вот. Но потом была такая заметка, зачем нам идти туда, когда у нас свои источники. И тогда разбиралась, по-моему, из книги Малахим, вот там при Ханука Табайт, при освящении построенного храма, вот Мелак Шламо, он как раз там говорит о календаре, и там есть такое слово, называется, не такое слово, там есть выражение Ерых Эйтаним. Окей. А все это, кстати, проходит правильно, да, на фоне вот главного такого диспута между двумя раби-лезвиями и раби-йошу. Один за то, что должно быть. И все это возвращается, когда был сотворен мир, да, поскольку это как бы тема Хагетишей и начала как бы года. И один говорит в Ниссане, другой говорит в Тишей. И вот все время повторяются аргументы. Окей. Ну, хорошо, давайте тогда вот после моего, опять же, более подробно и более правильно посмотреть запись предыдущего занятия. Там все это было, я сейчас на одной ноге сказал, может быть, даже где-то и ошибался, да, но вот мы продолжаем там, где мы остановились, да. Окей. Ну, хорошо, вот к нам приснился дорогой Рэп Шимон, а скажи, Рэп Шимон, а будешь ли ты читать вместе с нами? Мы были гулигучки. Да, буду, буду, конечно. Ну, вот молодец. Да, я сейчас себе возьму указку, чтобы было, там такой появляется красный значок. Сейчас, секундочку. Да, вот так, так. Да, вот красная, да, ты видишь красную точку, правильно? Да. Ну, все, давай читаем. Ну, хорошо. Давай только сказать, что мы делаем так. Ну, либо до точки, либо если длинная... Да, точки до точки, пожалуйста. Вот луна, как я перейдясь, полная, сильная, как тебе? Ну, это этаним, пока что мы разбираем, что такое этаним, это мощная, сильная, да. Да, это она, значит, когда на лу, в которой родились, это наши пруоцы, так понимаю? Это я нашел, что... Ну, по-простому, это этанэ и улам, которые родились как-то из полины великаны мира. Эйтан – это сильный, это мощный. Есть, кстати, имя современной израильской мира, современной израильской мира Эйтан. Эйтан – это что-то такое, что, в общем, такая мощная статика, которого невозможно сдвинуть. Он такой возвышающийся, не сдвигаемый, мощный. Ну, то, что по-русски, наверное, мощный переводится. Братан, а что такое мукац? Потому что в словаре есть написано хазак, вы мукац. А где ты видишь? А есть у меня словарь такой. Нет, нет, а где ты видишь здесь мукац? Нет, переводится этан, говорят, что это эквивалентно хазак, мукац. Смотри, хазак мы все понимаем, что это такое. Мукац – совершенно непонятно, что это такое. Мукац? Я не понимаю, что это такое. Ну, ладно. Может, в чате, наверное, напиши, что было понятно, как пицца, хотя по слуху как бы понятно. Мукац – совершенно непонятно, что это такое. Через кулс. Мэм, ват, кулс, цаде, софит. Тогда у меня ответа нет. Я не понимаю. Я гибко извиняюсь, но я не понимаю. Я не понимаю, какое отношение имеет к этому мукац. Ну, ладно. Ну, хорошо, пойдем дальше. Пойдем дальше. А это ним, гэм, Абраам, иц, Вейяков. Вейяков. А, он только два говорит. Вейяков. Ну, понятно, да? Вот эти сильные – это Абраам, Вейяков. Вейяков, да. Гэм, айсоц, шэлэн, лам. Ну, они основа этого, столбы этого мира, да? Основание этого мира. Ну, да, интересно, что в ситуации появляется Абраам, Вейяков, а не как бы там… Ну, Абраам, понятно, а почему как бы Яков? А почему не Ицхак? Да. Ну, да, не очень понятно. Окей, у нас была в предыдущем, по-моему, какая-то идея в том, что кто из них когда родился? И вот Абраам и Вейяков, они как раз родились как бы в Тишееве, какая-то привязка в Тишееве. А Ицхак родился в Нисане. Может быть, даже не родился, насколько я помню, а, в общем, как бы Сара забеременела в Нисане. Вот такая была он. Ну, хорошо, читаем дальше. Май. Май, Машпа, Деги, это иногда читается Эйтан. Я тоже не очень знаю, Дега, я думаю. Ну, дальше можешь это пропустить, потому что следующая, вот эта вот следующая фраза, это перевод на понятное намное время. Ну, давай. Мейгайхан, ану ломдимш, Эйтан, пирушу хазак. Правильно. Мейгайхан, откуда мы учим, что вот Эйтан, это смысл как вот могучий, сильный, да? Правильно, да, окей. Дальше. Конечно. Пожалуйста. Кей Дегтиф, Эйтан, Мушбах. Мушавха. Эйтан Мушавха. Му, да, Мушавха. Мушавха. А твой Мушав, твое, ну, твое, как бы, проживание, твое поселение, твое место проживания, скажем так. Ну, да, ну, вот это, сейчас, вот это тут сложная. Эйтан Мушавха, вы умер Шаму. Шаму, Шаму, на, Шаму, на. Шаму, а я думаю, что Шаму слышит. Это как бы приказ, это Цивуй, Шаму. Шаму это Цивуй? А это не слушать Шаму? Я думаю, что это здесь приказ, Шаму, Анин. Ну, это цитата просто начинается. Ну, да, 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 но я думаю, что, я думаю, что это Цивуй. Там, я нашла, это, Шаму, все правильно, я нашла цитату. Ну, это Цивуй, правильно? Да. Шаму? Слушайте, да. Слушайте, да. Медалек. 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 Альгагарим. Микпот. Микпот. Мекапец. Мекапец. Медалек. Да, Мекапец. Мекапец. Медаберкен. Мекапец. Альгагуот. Ну, это вот, да. У нас сейчас тебе попалась такая зубодробильная начало. У нас тут немножко всякие. У нас обычно более, ну, как бы, там, сам текст Равушерки, он более простой. Здесь цитата. Но мы их разберем, потому что, как бы, мы их можем разобрать. Да? И так дальше. Ну, вот, так она нас поправит. Бумыр Шимуарим Этрифашел. А вот это, подожди, вот первое. Не написано Итан Мушавха. Вот что смысл? Что это? Я твое поселение? Что это значит? Не-не-не, смотри. Шимуарим Этрифашел. Нет, подожди, до этого. Там есть три слова до этого. Подожди, до этого. Дихтик. Итан Мушавха. Что это вот это? Итан Мушавха. Вот это я не понял. Первые три слова. Я не понимаю, при чем здесь. Послушай, я тоже не очень понимаю, откуда это. Очень может быть, что здесь просто как-то написано, без запятых, что это перечисление мест, где либо напрямую слово Итан, либо намек на это. Потому что вот Итан Мушавха, Итан Мушавха, это здесь прямо слово Итан. Итан Мушавха, в смысле, у тебя сильное твое жилище, сильное место твоего пребывания. А вот то, что дальше сейчас пойдет, там может быть, например, а тут тоже есть слово Итаним, и тоже понятно, что это Хазад. Ну, давай оставим Итан Мушавха, и давай посмотрим дальше. Ну, давай, слушайте горы, а дальше риф Ашем. Ну, как бы просто образование, образование. Хотите, я сейчас вам прочитаю этот перевод. Откуда это вот шею? Это Элим, это Элим. Правильно. Окей, хорошо. Так как еще раз, я не... Подожди, давай, сейчас мы это сами... Сейчас, мы сами это поймем. Шему, Арим и Триф Ашем. Все слова понятны. Слушайте, приказания. Слушайте горы. Да, слушайте горы, а дальше... Риф – это спор. Спор, вражда. Спор, вражда. Да, ну, так с кем он враждует? Вот это я не понял. С кем враждует Всевышний-то? Подожди, подожди. С Израилем, разумеется, с Израилем. Не-не, сейчас, секунду, послушай, послушай. Послушай, у нас такая рамка, у нас такая рамка. Смотри, мы сейчас не занимаемся разбором Михи. Почему? Потому что это совершенно особая сложная история. Мы идем по Раву Шерке. Он приводит псуки, которые нам просто хотят сказать, что Итан – это хазак. Понимаешь? Поэтому мы сейчас не будем вкладываться в то, чтобы понять Перуши, о чем говорит Миха. Мы довольно поверхностно просто хотим понять общую схему, почему Итан – это хазак, то есть логика Равы Шерке. Потому что, понимаешь, идти сейчас и разбирать Перуши всех этих вещей… Не, ну просто цитата. Я могу, можно сказать точную цитату, где это. И человек посмотрит, говорит, посмотрит и там… Не, я вам записал, спасибо. Это я вам записал. Ну а здесь давайте и в рит поймем. Вот это риф Ашем. Риф – это что? Это смехут. Что это? Почему риф? Риф – это вражда. Существительность. Подождите, риф – это существительность здесь? Да, конечно. 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 Подождите, а Ашем к чему это относится? Риф Ашем – это смехут. Спорт Всевышнего. Риф Ашем. А, давай говорю, смехут. Правильно. Дальше. Вейтаним. А, каэтаним. Мусаде Аратс. И дальше. Мусаде Аратс. Вейтаним Мусаде Аратс. Ну, это основы… Опять вот эти аэтанимы, которые Мусаде Аратс. Смотри, Мусад на современном убитете – учреждение. Ну, понимаете, здесь не про учреждение, а говорится про… Знаете, как там по-русски перевели? Институты земли должно было быть, да? Но Мусаде Арат… Нет, мощные основы земли. Вот, основы земли. Очень хорошо. Основы земли. Окей. На полях заметите, что в современном убитете Мусад – это институт учреждения. А кроме того, Мусад – это еще название внешнего развития. Внешний развития. Окей. Дальше. И дальше. И говорит голос моего возлюбленного. Правильно. И вот Кене Уба. Ну, это я уже почитал, честно. И вот он пришел. А вот сейчас миг дальше найду. Медалек, а ларим, прыгай по горам. Слово «медалек» – оно интересное. Медалек – это вообще не непрерывное движение, а такое прерывистое. У нас уже встречалось, может быть, тоже из-за этого пасука. Например, когда солдатам говорят идти в наступление, то есть такое выражение «делугим». «Делугим» – значит «перебежками». Здесь тоже он как бы перебегает по горам или пробегает по горам. Но почему-то слово «медалек» – это слово «интересное». А дальше «мекапец» или «гваот»? Что делает? Прыгает по чему-то? Перебежки. Перебежка, перебежка. Перебежка, да. Так, а дальше то же самое «мекапец» тоже прыгает на холм. Ну, прыгает по холмам. Да, окей. Когда, например, человек что-то делает, а ему говорят «медалекальзе». «медалекальзе» – значит «пропусти это». Окей. Дальше опять. Да, «медалек пропускать». Вот это «медалек» – это «пропускать дальше». А как это связано? Подожди, «пропускать» и «а тут подпрыгивать». Я не понимаю. Не знаю, потому что он не поскольку возлюбленный идет по пересеченной местности. Не-не, слово «медалека». В псалмах есть слова Давида, где он говорит «адалек шур», то есть взбирается на стену. Правильно, да. Да, 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 да. Какой был вопрос? Что «медалек» с одной стороны – это прыгать, а с другой стороны – это прервать. А сейчас еще Тимофей сказал взбираться на стену. Как это понятно? Ну, да, это все здесь же. Ну, то есть бежать короткими, пунктирными такими прыжками. То есть солдат бежит прыжками. Человек взбирается на горы, он же тоже перепрыгивает с камерой на камеру. Тимофей совершенно правильно описывает движение возлюбленного. Тем более, что речь идет про некоторого символического животного, правильно? Типа там оленя. Олень, понятно, что он не идет, как пишет пешеход по асфальту. А он «медалек», он прыгает так, 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 пошел, прыгнул, пошел, прыгнул. Так что, ну, в общем-то, по-моему, понятно. И дальше… Понятно. «Медалек алькогорим, бэскут агод, мэкапэс алькогод, бэскут и бухэм агод». Ну, такой «медраж», да. Прыгает, значит, по горам – это заслуга отцов. Заслуга отцов. А прыгает по холмам – это заслуга матерей. Ну, можно улыбнуться. Такой «медраж» поэтический. Ты смотри, бессмысленно пытаться понять шат из этого или что-то такое. Во всяком случае, для нас важно, нам важно понять логику Рауша. Он говорит, что вот эти эйтоним, эйтоним, вот эти вот горы и движение по этим городам, оно связано с пророксами. Вот это вот важно. Бэскут агод, твое им агод. Вот это вот важно. Вот это последняя фраза. Окей, теперь дальше. Раби и лезер. Давай, ты еще чуть-чуть продолжай, а потом… Ну, продолжай, нет проблем. Раби и лезер, рэ, эдга, а вот кмо села, салаим, наверное. Салаим, правильно, конечно. Салаим, да? Да. Салаим кмо итанэй гатэва. Вот это объяснение. Он видит вот это, отцов наших, как скала. То есть подобно… Как скалы, да, как скалы, правильно. Крепкие. Ну, итанэй гатэва в смысле мощные проявления природы. И для этого были приведены эти пасуки. Хорошо? Да. Нормально? Окей. Аслан, ты можешь читать дальше, ты у меня в списке. Раби и лезер. Так, ага. Раби и лезер. Роэ. А вот кмо селаим. А, мы прочитали это уже слегка слегка. А, мы прочитали. Прочитали слегка слегка. Я виноват. Дальше. Раби и лезер. Раби и лезер. Миньян. Миньян. Минайн. Минайн, это откуда? Минайн. Шебе Ниссан. Да. Нольду, а вот. Шенейма. Остановись здесь. Раби Елезер говорит... Нет, мы сейчас Раби Елезер, Раби Елезер говорит. Раби Елезер говорит Минаин. Откуда? Ну, как бы, откуда известно? Как так это на иврите, в Минаин? Я не нашел словарей. Минаин. Это есть в словаре такое? Это в современной иврите? Это, насколько я понимаю, это выражение из Талмуда, и обсуждение... Это обсуждение Мишны. Минаин. Минаин – это откуда? Сейчас так не говорят. Это техническое выражение из Талмуда. Можешь проверить потом в гугле. Итак, Раби Елезер, Минаин, Шибанистан, Главу. В Ниссане родились отцы. Правильно. Но опять, каждый идет по своей теме. Правильно? Просто я повторяю общий смысл. Раби Елезер пытается доказать, что отцы связаны с Кишвеем, а Раби Ешова пытается доказать, что в Ниссане связано. Значит, тут Раби Ешова проводит свою тему. Откуда известно, что в Ниссане? Ну да, вот дальше. Шен-Эймар. Естественно, что обращается к первоисточникам. Шен-Эймар. Вейхи бешмоним шана. Да. Веарба меот шана. Да. Лацет, вне Исраэль, меэрец Мицраэм. Да. Бешана харави ревиит. Баходош зим. Бира. Бира. Биярех. 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 Шенальду. Бо. Зифтаны. Зифтаны. Зифтаны олам. Ага. Итак. Ну, я извиняюсь, у нас не нахожу зубодробильная страница. Но я думаю, мы прорвемся, потом будет легче. До этого было легче. Окей? Итак, значит, Раби Ешова говорит. Откуда известно, что в Ниссане родились праоцы? Правильно? Как сказано? Как сказано? И было, как Шмоним, Шанаве, Арбаму, Отшана, 480, правильно? Ага, 408 лет. 408 лет. Исхода Сыновей. После выхода, после выхода, ну, Бетраиля из Египта. Из Египта. А дальше вот некоторые уточнения. Бешанар, Виид. Подожди, подожди, ну дай это Арсанту, Арсанту перевести. Пожалуйста, да. И в четвертый год, в месяц Зи. Да. И в месяце, в котором родились в нем Зифтаны. То есть, Эйтаны и Зифтаны. Дальше. Бешанар, Виид. Это как? В четвертом году. Правильно? Дальше. В месяц Зифт. Это какой-то ходыш, который называется Зифт. Ну, Зифт так, я скажу, сколько. Зифт это красота, сияние и так дальше. Какой ходыш называется Зифт? Дальше будет объясняться. Дальше говорится. И в том месяце, в котором родились... В котором родились, я думаю, что здесь слово Зифтане, это вот на тему этого Зива. То есть, это в месяце Зиф, в месяце там сияние и все. Скорее всего, что он имеет в виду месяц Низан, в котором родились вот эти Зифтанеолам. Зифтанеолам – это светощие мира. Я думаю, что я не вру и не ошибаюсь. Да, мне кажется... Да, ты прав, ты прав. Это в словаре описано Малайзиев. То есть, полный телевизор. Да, это вот я тоже до этого допер. Объясни только, что такое здесь на Триви, при чем тут, я не понимаю. Я тоже не понял. Интересно, что Равшев... Да, ты имеешь в виду четвертый год, Саш. Это не самого царя Шлома, имеется в виду. А, окей. Да, окей. Это имеется в виду к освящению храмов, правильно? Это вот из книги Малахим, по-видимому, тоже там было. Такая, наверное, идея. Тут вот совершенно непонятная страница. Она совершенно непонятна на стиле Равшевки, который был данным. Странно, что не дают никаких ссылок вообще. Да, мне тоже странно. Давайте прорвемся через это. Дальше будет понятнее. Дальше. Арслан, ты можешь дальше. Аор, ба. Да, да. Аор, ба, леулам, дырых, авот. Правильно. И приходит свет в мир путем отцов? Да, ну, в общем так. Свет приходит в мир через отцов. Дырых – это всегда служебное слово, правильно? Ну, за редким исключением. Дырых – это через кого-то. По-русски это просто в качестве... Надо поставить правильно, как это сопряжение называлось. Отцами. Ну, свет приходит в мир отцами или через отцов, посредством отцов. Как угодно. Дальше. Ну, и опять. Опять, это написано на арамейском. В идах нами, дырых, ба, эрых, эйтаним. И откуда получается, что это написано, ба, эрых, эйтаним? И как понимать тогда эрых, эйтаним? По-видимому, это тут пора. Пора био-шо. Я, честно говоря, тоже немножко в сумку здесь иду. Просто пытаюсь понять, о чем идет речь. Дальше. А ты знаешь, какой нами? Это общий какой-то нами все время повторяется. В идах нами, да. Это надо посмотреть, смотри. Мы обычно в этом тексте Рава-Шерке очень мало таких речей, которые связаны с прямыми цитатами из Талмуда, которые он не объясняет. Ну, следующая строка, видимо, идет перевод на еврей. Да-да-да, он будет это переводить, да. Это арамейский, надо смотреть, арамейский словарь у нас его нет. Где-то они существуют, наверное. У нас нету идей в это закапываться, потому что у нас другая тематика. Мы разбираем все-таки неогласованные евриты, а не занимаемся лексикой Талмуда, чем другая история. Ну, хорошо, Арслав, можешь читать дальше. И что делает Раби Йошуа с обнулением, что ли? Нет, где у тебя написано обновление? Почему? Битой – это выражение. Ага, с выражением месяц сильный. Ну да, как обыграет, как-как по Раби Йошуа. Вот тот Раби Леза это привязывал к Этишрею, правильно? А тогда спрашивается, а как Раби Йошуа, как он обыграет вот этот ерахайтаним? Как он это скажет? Ну, вот смотрим, как дальше. Вот он приводит отцвет Раби Йошуа, который опять на арамейском простому человеку, типа меня, что он не понятен. А там Дехтифи Б Мацотт. Наверное, смысл в Мацотт, или имеется в виду Мицвод, я думаю, а не в самих Мацотт. Давайте пропустим мы вот эту фразу и перейдем к объяснению на еврите. Лада Атраби Йошуа. Не, Эйн Кавана. Эйн, вот это важно. Эйн Кавана. Эйн Кавана ле Эйтанэй Гатэва ки им ле Эйтанэй Атора. А, значит, Десмит Свод было, правильно, я понял, да. Окей. Итак, переводи Лэдат Раби Йошуа. По мнению Раби Йошуа нет такой Каваны к сильным мира, потому что с сильными Тора. Да, ты дословно перевел правильно, но здесь вот, если не дословный перевод, то структура такая. Вот это вот слово Эйн, правильно, Эйн, а потом написано Им. И тогда по-русски перевод такой. Эйн, надо немножко переставить слова Кавана, Кавана, она заключается, то есть, когда имеется в виду Эйтанэй Тева, то имеется в виду Эйтанэй Тора. Все очень просто. То, по мнению Раби Йошуа, дополненный перевод такой. Эйн, Кавана, нету выражения или понимания сильных природы, а только как сильных Торы. Ну, простой перевод он такой, по Раби Йошуа, сильные природы, это сильные Торы. Окей. Все, такая как бы идея. И поэтому здесь, с этого слова, это было лицо. Окей? Ну, хорошо. Можете дальше? Подожди, здесь еще не Эйн, Им, а Эйн, Ки, Им. Это Ки куда-то. Да, это все. Вот это вот Ки, Им отрицает вот это Эйн. Ки, Им отрицает это Эйн. Что значит, это Эйн мы не переводим? Переворачивает его. Переворачивает его. То есть, такие есть намерения? Есть намерения? Ну, не намерения, скорее всего, имеет, подразумевает. Подразумевает, правильно. Раби Йошуа подразумевает не сильных природы, но сильных Торы. Ки, в данном случае, это, видимо, но. Это, видимо, то ли но, то ли то. Да, 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 да. Вот такое построение фразы. Можно было бы это написать гораздо более просто. А именно, лыда от Раби Йошуа. А Кавана, Кавана. Ло лайтане от Эва, эла лайтане от Тора. То же самое здесь написано немножко в более архаичном построении. Эйн, Ки, Им. Окей? Дальше, Раби. Раби Йошуа, Мехапес, это Амимар. Правильно. А Айнуши. А Айнуши. Да, вот можно это перевести. Раби Йошуа ищет. Правильно. Мимат – это параметр, либо зидар, лучше аспект. Аспект какой? Человеческий аспект. Человеческий. Человеческий, правильно, потому что там-то было все природное. Помните? Они прыгают по горам, они скачут туда-сюда. Да, а Раби Йошуа, он как бы усматривает человеческий аспект. Потому что он говорит, это Аним, это Аним, это Аним в Торе. Ну, это Аним в Торе – это люди, которые сильно в Торе. Правильно? Они эти козы-козлы, которые прыгают по горам. Дальше. Ло-эт. Ло-эт, Хамимат, Ате-ва. Апиви, Ате-ви. А не аспект природы. Правильно. А не аспект природы. Замечательно. Дальше. Хамимат Айнаши. Да. Шаях. Шаях. Просто слово шаях. Правильно. Шаях в Исраэль. Правильно. Ле-амимат Ате-ваи. Нет, тим-и. Послушай, это прилагательно. Просто тим-и. Гатив-и. Да. Ле-умота улам. О, очень интересно. Вот это уже интересно. Дальше. Анимат Айнаши. Шаях в Исраэль. Я еще раз скажу. Человеческий. Да, давай. Человеческий аспект шаях. Шаях принадлежит. Принадлежит к Израилю. Правильно. Аспект природный принадлежит народам мира. Замечательно. Вот есть вот важное слово шаях, да. Которое в современном ивритее. Вообще в технологии это очень важное слово. По-английски это linkage. Когда говорят сделать шиюх, это означает, что одно соединить с другим. Не в плане хибур. Хибур это, ну, правда, может быть хибур и с точки зрения написания, соединять слова. Но хибур чаще всего все-таки это физическое соединение одного с другом. То, что по-русски называется сочленение. А вот шиюх, шиюх, это linkage. Когда человек берет, например, один мусак, одну идею соединяет с другим. И тогда говорит, что он вот эти одно выражает с другого. Или одно соединяет с другим. Это вот слово шаях, оно очень важно. Окей? Ну, хорошо. Переходим. Да, все? Переходим к Тимофею. Тимофей, можешь дальше? Да, пробуем. Да, давай. В эдах нами идтих выхода жив. Ну, да. Ну, смотри, это такать арамейские. Я думаю, по простому... Прискочим. Не, я думаю, да. Ну, как бы идея такая. Выдых нам, идых не. А что? Ну, как бы, а на какую тему здесь отходишь зив? А как этот отходишь зив объяснить? Шамила, вот этот отзив еще она не объяснялась, да? Вот сейчас будет объяснение. Майя-се. Майя-се рабе-элеезер им отходишь зив. Мерамес ле дзивтейни улам. Правильно. Что сделает рабе-элеезер вместе там с зив? Да. Что он намекнет? На который намекает зитане лам. Нет, который намекает. Вот этот ходишь зив. Умер Абес намекает, да? На зитане лам. Да. То есть, у нас с одной стороны есть ходишь зив. И опять, у одного, если это рабе-элеезер, значит, должно быть ходишь тишрей. Ходишь тишрей по нему, это ходишь зив. Зив, ну, мы говорили, это сияние, прекрасное, пятое-десятое. И он намекает на зитане лам. Зитане лам – это светочий мира. Окей? Вот как бы такая идея. Теперь дальше. Ау. Ау дайт. Да, я. Зива лаи ланы. Я думаю, что это связано с красотой деревьев. Это тоже связано с ходишь тишрей. Но опять, давай прочитаем вот здесь вот то, что написано на иврите. Да. Рабе-элеезер. Рабе-элеезер. Мозбир. Да. Кавана. Лахах-ши-еш. Зив. Иланут. О, замечательно. Так, рабе-элеезер поясняет. Правильно. Намерение. Правильно. Лахах-ши-еш. Э, намерение к тому, что есть, скажем. Ну, вот дословно так. Тому, что есть в деревьях. Ну, в деревьях это зив-зив, на самом деле. Сияние. Ну, как бы прелесть, красота. Ну, не сиянин, а прелесть, красота. Он же хочет с кишаем связать. Значит, это как-то связано с зимбой и лано. Правильно. Окей. Дальше. Уруэ. 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 Бетэба. Блё. Бэадам. Ну, вот такое разнесение. Правильно. Рабе-йошуа. Рабе-йошуа видит в природе. Правильно. А этот видит. Да. Этот видит. А, нет. Наоборот. Рабе-йошуа видит в природе, а не в человеке. А не в человеке. Окей. Ну, хорошо. Это был такой зубодробильный текст. Дальше будет, я думаю, Бог. Когда мы читаем Рава Шерки, мы как бы лучше понимаем. Но я думаю, что некоторый абрес мы как бы поняли. Потому что Рав Шерки, он хочет провести как бы свою центральную идею, а именно для чем приводят их махлоки. Для того, чтобы провести как бы идею, но вот универсального аспекта в иудаизме. Кто из них за, ну, как бы вклад идею, тему умо-тау-лам, а кто-кто за Бне-Исраэль. Да. Вы же помните, мы там говорили, что Бе-якад-бэти-шрей, там не только Бне-Исраэль как бы судится, а вообще все народы мира. Поэтому это как бы вот корни этого диспута, который сейчас мы видели через эти по сути, которые были из Шира Шерим. И там были, с одной стороны, Итана и Тева, а с другой стороны, это было другой говорить, что это связано с Итаней Тора. То есть с теми, которые сильные в Торе. То есть человеческий спектакль такой аспект. А Рав Шерки подвел такое резюме и сказал, а Тева это народы мира, а люди люди это то, что имеет отношение к народу Израиля. Ну, я вот так срезюмирую, как я понимаю, на одной ноге то, что мы прочитали. Давай дальше чуть-чуть. Да. Амлахат акатор бару-гу, ваамидда ламешпат. Да. Так, воцарение. Правильно, замечательно. Амлахат это воцарение, правильно. Да. И установление закона. Ваамидда ламешпата, я думаю, представление на суд. Потому что, смотри, вот ламид здесь, ламид, это эфиль. То есть есть простое, по-простому есть пааль. Например, ламод. Когда человек говорит, я стою, да, а не умет Альяда Шулхан. Я стою рядом со столом. А когда ты хочешь сказать, например, поставить кого-то, типа поставить кого-то на место. Вот как по-русски звучит, он его поставил на место. Он ему вставил, да. Как это сказать? Сказать, у эмиду то бы маком. Что значит, эмид. Эмид, это означает поставил. То есть он не стоит, а поставил. Поэтому здесь тоже вот это амадал и мешпат. Или, как написано, амидал и мешпат. Это как-то кого-то берут и ставят его на суд. То есть он не сам приходит судиться, а его выставляют на суд. Амидай, это существительное? Да. Да. Амидай, да. Ну, и тоже от этого же слова амидай, вы знаете, есть в иврике современных. Амидай, итана опять. Вот слово итана. Например, когда кто-то занял некоторую жесткую позицию, не отступается и не ломается. Ну, вот, например, как мы надеемся, или как себя ведет Израиль сейчас в этой войне. Называется Амидай, итана. Человек, который занял такую жесткую, не прогибающуюся позицию. Окей? Можешь читать дальше? Нагзор? Да. Нагзор. Лейд Боннен. Правильно. Роша Шана. Замечательно. Так, мы вернемся, чтобы смотреться внутрь Роша Шана. Ну, даже не внутрь, смотри. Тохно – это содержание. То есть, в какой смысл Роша Шана. В наполнении Роша Шана. Мы говорили, что, например, то, что по-русски называется содержание книги, наверное, называется Тохан и не они. Окей? Так что Тохан – это действительно… Ну, ты правильно сказал? Тохан – это от слова Тох, то есть, вовнутри. Ну, в общем, в содержание, в смысл Роша Шана. Дальше, Броша Шана. Броша Шана. Анах, мы шавим. Это Хейрут. А Макорит Шилану. Да, только Макорит. Правильно. Макорит. Правильно. То есть, в Роша Шана мы возвращаемся в нашу исходную свободу. Ну, исходную, да, изначальную, да. Правильно. Свободу. Изначальную свободу. Правильно? Да. Хейрут – это свобода, Макорит – это как бы изначально. Макор, да. Ну, да. Оригинал, то есть, по-прежнему, английский. Миша. Да, Миша Гу Бен Хорин. Яхоль Лакабель. Оль Мальхуд. Да, правильно. Гугам Яхоль Ламот Ламешпад. Да, эта тема, эта идея повторялась. Равшак Саэт еще раз. Да, можешь перевести? Да, тот, кто свободный человек. Правильно. Может получить бремя царства. Правильно. Царство Всевышнего. Правильно. И тогда он также может предстать на суд. Ну, да. Потому что раба бессмысленно судить. То есть, насколько идея суда – это идея того, что человек по собственной воле, он выбрал некоторое поведение. Либо хорошее, либо плохое. А выбирать он может, когда он свободный. А если он не свободный, типа, раб, тогда его невозможно судить. Правильно? Потому что у него свободы выбора как бы нет. Окей. Поэтому вот эта вот идея о том, что принятие Оль Махуд Шамаем для этого должен быть бей хорин. И, опять же, повторяю, то, что Раб Ширки до этого говорил. А это Яцьят Мисраем. Яцьят Мисраем нам доказывала, что это могли делать только свободные люди. Почему? Потому что они выбрали исход, а не оставаться. И, кроме того, потом как бы получать Оль Махуд Шамаем. Ну, и тема Хагетти Шрея – это вот Амидама Мишпа. Дальше. Зео. Зео Маккор Лишне Амафьяним Шаляхак. Замечательно. Значит, это источник двух характерных черт, что ли? Это тоже очень интересно. Зео Амафьяним Лишне Амафьяним. Это источник, да? Ну, как бы, в смысле, это основа, да? Для чего? Шне Амафьяним для двух характеристик. Да? Для двух характеристик праздника. У праздника есть два характеристики. Подчеркиваю, слово Амафьяним тоже очень-очень-очень важное. Это то, что по, ну, как бы, в современном виде. Потому что это то, что по-русски называется фичей. То, что по-русски называется фичей. Правильно? Например, когда человек устанавливает какую-то, что по-русски называется, пробу. Либо программу, да? То он, прежде всего, его интересует, какие там есть Амафьяним. То есть, какие там есть фичи. Вот это Амафьяним очень-очень важно. Да? Ну, и как бы это очень слово очень важное в современной вреде. Почему? Потому что, например, когда говорится про характер человека, это называется Амафьяним. Это все от этого слова, да? Ну, хорошо. Так вот, какие эти два Амафьяним? Какие две характеристики? Так. Амлахат. Амлахат. Как ты правильно прочитаешь? Амлахат. Акадош-баруху. Да. 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 Уготарение Всевышнего и предстояние перед судом. Да. Я передам, наверное. Ну, давай, да. Молодец. Все отлично. Вот теперь начинает нормальный текст, который мы уже как бы можем понимать. Ань, ты можешь считать имадам. Так. Имадам и инобен хорин, и ин алаф мэлах. Да, мэлах. Да, вот это сильная фраза, непонятная. Если человек не свободен, нет для него царя. Ну, вот это вот такое парадоксальное. Я сейчас не говорю про ивритов. И тут как бы очевидно. Но с точки зрения логики, это как бы такое сильное заявление. Правильно? Если человек не свободен, то у него нет царя. Так, а то... Мне это не очевидно. Может быть, кому-то это очевидно, но мне это не очевидно. Это непонятно. Да, если, честно сказать, было написано «кадош-бару», ну, тогда как бы вера человек выбирает. Царь? Ну, хорошо. Форма власти как бы монархи – это диспатизм. Ну, это в идеальных... Ну, них не обязательно. Так, ну, хорошо. Кату-бэмфураж, шебешнат аювэль и шнат ахерут. Правильно. Пишутся в комментариях, что в юбилейный год... Нет, только знаешь, «кату-бэмфураж» – это не комментарии. А написано совершенно ясно, очевидно. А, очевидно, пишется, пишется очевидно, что год юбилейный – это год свободы, освобождения. Только им бешафар... Ты сказала «год свободы», я пропустил? Да. А, окей. Шнат ювэль, шнат херут. Херут – это 50-й год. Это напрямую связано со свободой. Дальше. Только им бешафар бэем акипурим. Трубят в шафар в Йом-Кипур. О, окей. Бэемэйкэдэм, шарацу, к шарацу, лэймлих, мэлэх, а ютук им бешафар. А вне древности, в прежние дни, когда хотели поставить царя, трубили в шафар. Да. А вешнат аювэль, адхила, бэ амалэхет амэр. Прям лахат. Амалахат амэлах. А, значит, год юбилейный – это начало воцарения царя. Правильно. И вот эта вот логика, которой я удивлялся, а вот есть такая логика, что херут связан с мэлэхом. Почему? Потому что все это через Йом-Кипур. Если кому-то непонятно, спрашивайте. Потому что я думаю, что мы как бы это более-менее поняли. Но я у себя... Амалахат как это что, смехут? Что это такое? Нет, это самое. Но это, видимо, проявляет... Слушай, от глагольное существительное амлахат. Подожди. Я думаю, что это да, смехут, амлахат. Амлахат. Здесь конкретно смехут имеет в виду существительное. Это от глагольного существительное. Да-да-да-да-да. Да? Леамлих. Леамлих. Леамлих – это эфили. Леамлих – это воцарять. Это активная форма. Леамлих – это царствовать. Это нормальная форма. Леамлих – это насаждать царя или ставить на царствование. А глагольное существительное – либо смехут, амлахат, амелах. То, что здесь добавляется таф – это обычная совершенно система в смехуте. Правильно? Когда там первая часть смехута, она женского рода, то вместо лея делается таф – для того, чтобы соединить два слова в одно. И как правильно переводить смехут? Какой пик? Как ты ставишь? Где тут? Как правильно переводить? Первое слово вперед или второе? Нет, подожди, подожди. Смехут, смехут. Посмотрим грамматику. Смехут, смехут. У него есть первая часть, которая называется «сумеква несмах», по-моему. Вот вторая, по-моему, называется «несмах». А первая называется «суме». Но это надо посмотреть в грамматике. Не, неважно. А как переводится? А, «воцарение царя». То есть первое слово идет, потом второе? Да, «воцарение царя». Ну, по-русски это называется «несогласованное определение». Книга, друг, дверь, комната. Это вот и есть то, что называется смехут. Это несогласованное определение. Ну, это очень сложно. По-моему, лучше водовоз и самолет. Ну, хорошо. Окей. Идем дальше. Так. Альках, омрим, хазаль. Это какие-то цитаты сейчас. Ну, дальше приводится. Не буду откуда, я вам и взял эти цитаты. Откуда потом, кто хочет, посмотрит. Амара, кадош, баругу. Так. Амлихуни. 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 Амли, амлихути. В одно слово амлихуни. Я вас воцарюсь над вами. Воцарился я над вами. Хорошо, человек. Не, не, не. Подожди, подожди, подожди. Почему? Амара, кадош, баругу. Амлихуни. Я воцарился над... Подожди, подожди, подожди. Мы говорили, леамлих – это активная форма. Это кого-то воцаряет. Амлихуни, насколько я понимаю, это воцаряйте меня. Ну, высоко. Ах, хорошо. Выберите, а ну, воцарите меня. Да, воцаряйте меня или выберите меня. Посадите меня на царство. Как угодно по-русски, да. Амлихуни, алейхем. Амлихуни, алейхем. Бешофар, шельхируд. Выцарите меня посреди над вами. Бешофар посредством шафара свободы. Ну, это трубленец. Правильно. То есть, ну, ювэль. То есть, ювэль. Лехюра, лехюра амлаха. Ва хируд. Хэн. Значит, тертэй. Тут я посмотрю. Ну, тертэй десатры означает, как бы, а то, сэр, он приможет. Амлина, посмотрела, что это противоположные вещи. Наоборот, там пишут. Словарь пишет, что это противоположные вещи. Хафац. Хафац. Хафац, я думаю. Хафац, лимлох аль-авадим, ахуруцэ лимлох аль-бнейхурин. Всевышний не хочет быть царем над рабами. Он хочет быть царем над свободными людьми. Да, вот только важно это слово, которое через него тоже можно правильно понять. Как ты поняла, вот это лит-фора, это как будто. Когда по-русски говорят как будто, да? Как будто, как будто представляется, что. Ну, как ты сказал, что царство – это деспотизм. Что царь приходит к власти, к каким-то интригам, какие-то интриги там или что-то еще. А он пишет, что тут идеальный царь. Люди говорят, сами выбирают царя и говорят, вот ты будешь над нами царем. И ты сами выбираешь добровольно. Правильно. Подождите, а вот лиху рай, но в словаре написано на первый взгляд. Лиху рай – это как будто. Нет, там написано на первый взгляд. А, ну, подождите, на первый взгляд замечательно. У меня, например, слова Ирис такой. Нет, это Ревеншушан, это самое лучшее слово. Правильно говоришь, лиху рай – это на первый взгляд. По-моему, это то же самое, как будто. Но на первый взгляд даже еще лучше, правильно. То есть первый взгляд – это неправильный взгляд. Нет, у нас два, он дает два значения здесь. На первый взгляд – якобы. Якобы, вот слово якобы-то очень хорошо. То есть это все то, что говорит, как будто, а на самом деле это не так. Окей? Ну, а вот, а что правильно? А правильно то, что написано. А вальми цадаймет. Но с точки зрения истины… Правда, и с точки зрения истины по-настоящему. Настоящему, да. Да. Так, значит, он хочет быть над Мнехорим, царем. Он не хочет над рабами. Да, он не хочет царствовать над врагами. Это слово «хафец», оно тоже важное, правильно? Оно имеет много-много значения. С одной стороны, «хафец», «хефец», «легпоц» – это «чего-то желать». Опять, на иврите есть разные синонимы для слова «желать». Ну, можете сейчас подумать и сказать, как в русском. Сколько синонимов есть от слова «хотеть». «Хотеть», «желать». Вот, например, я второе знаю. Три не знаю. На иврите, например, есть «роце». «Роце» – это просто «хотеть», да. Дальше «легпоц», «легпоц», «легцот». «легпоц», «легпоц» – это уже как-то более сильно. Потом есть «хошах». Это страстное желание. На самом деле, такое страстное желание. Страстное желание, да. Вот «хафец», «хафец». Помните в «Гилат-СФ» то, что проходит, знаете, «эй, намэлах, хафец, баи каро». Вот это вот «хафец» – это «желать». То есть, по-видимому, это «не хотеть», а это даже больше «желать». Ну, а с другой стороны, да, «хэфец» на иврите, «хэфец» – это предмет-объект, как ни странно. То есть, например, если на улице лежит подозрительный предмет, то называется «хэфец-хашут». Как это со желанием, совершенно непонятно, но тем не менее так. Ну, хорошо, после запятой, может, дальше? «Уруцель им лох». Так, «Уруцель» так было уже, мы читали. А, ну, хорошо, он хочет… «Уруцель им лох, альбны хорим». Может, мы читали, да. Ну, хорошо, тогда дальше. Значит, подобно этому, если человек свободен и отвечает, и отвечает за себя, возможно, его судить. Правильно, это то, что я, как бы, тоже на эту тему говорил, да. Хараэль Ацмой, в смысле, что он ответственен за свои действия. Дальше. Микан. Да. Амидет. Амидет. Шельем. Подожди, мимат, мимат. Мимат, мимат, хустресно, не хустресно. Да. Микан, мимат, шельем. Один. Броша шана. Замечательно. Не, ну, давай переведем до запятой. Значит, отсюда вот этот аспект. Правильно. Дня судного дня в Рошана. Правильно. Мимат – это объект, да? Мимат. Не, 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 аспект. Ну, типа, аспект, характеристика, что-то типа, ну, от меды, от меда. Меда-мера – это как бы измерение вот так получается, мера, измерение. То есть лат-мимат – это трехмерное измерение. Ну, да. Мимат – это как мерить что-то. Это глаголы мерить или от меда. Да. Партия была еще, мимат называлась. Ну, хорошо, дальше. Ну, хорошо. И микан, но выа. Афьё, я думаю, Афьё. Афьё, Афьё. Ахафуль шеляём. Правильно. И отсюда вот такой вот вы как бы... Вытекает, не вытекает, просто вытекает. Вытекает качество такое вот двойное, двойное. Ну, двойное, да, двойное качество. Двойное качество этого дня. Правильно, да. Шиху гам, шиху гам. Ём, самаях. Самаяхова, гам, ём, шель, харада. Что это день радости и день трепетия. Правильно, вот тоже харада. Извини, я пропустил. Вот как вы переводите Микан, Мэймад, шель, ём, один? Микан, Мэймад, шель, ём, один, грош, она. И отсюда... Отсюда характеристика ём, дня, шель, ём, один. И это отсюда характеристика дня судного дня в Роша-Шана. Ну, вот так вот. То есть, как бы Роша-Шана, как судный день, мы понимаем. У него некоторая двойственность. Я ещё обращаю наше внимание, что вот слово харада тоже, да, оно слово, вот типа как у нас было хэфец. Харада тоже есть несколько синонимов для выражения страха. Простое слово, но человек чего-то боится. Как сказать? Паха, паха, паха. Да, упухает, либо паха, либо левхот. Да. А ещё есть харада. Вот харада, харада, это то, что по-русски, по-видимому, панический страх. Я так думаю. Например, когда человек говорит, у него есть харадот Балайла. Ну, это означает, что у него всякие, не знаю, как это по-русски, испуги ночью. Ну, не испугий, по-видимому. Ну, кошмарные, кошмарные. Ну, кошмарики, да. Кошмарики, да. То есть харада, харада, это более сильная, чем паха. То есть это уже как бы, это следующая стадия, по-русски паха. Да, человек может что-то боится, а когда харада, то он просто находится в... Ну, фобия, фобия. То есть какой-то прям страх такой, прям панический. Да, это какой-то, по-моему, более осязаемый страх. Это более осязаемый страх. Окей, дальше. Адам? Так. Так, Адам, шагуем так. Рада Адам. Красная точка. Адам. Адам. Самеах. Кеху. Невгаш. Иммакор. Ахаим. Правильно. Значит, человек радуется, поскольку он, ну, как бы, достиг, приблизился к... Подожди, почему достиг? Встречается. Невгаш встречается с источником жизни. Правильно. Ну, как бы, случайный источник жизни, да. Встреча. Встреча. Правильно. Да. Правильно. Ово. Безман. Харат. Харет. Харет. Ну, бихарат. Харет, я думаю. Мефагэ, шазэ, шофэт. Мельгашазэ. Мельгашазэ. Шофэтуто. Так. Значит, и в то же время... Вот, Боба Зман, замечательно, в то же время. И в то же время он трепещет. Правильно, трепещет. Вот эта встреча, эта встреча, это она, его суйка. Правильно. Эта встреча также его судит, да. Вот слово Мефгаш. Мефгаш, это встреча. Вот интересно, слово Харет, правильно? Ну, как вообще говорят, как это называется? Сленг. Как называется ультра-ортодокс? Ну, хредим. Ну, вот Харет от этого слова. Человек, который трепещет перед тем, чтобы сделать, нарушить, нарушить какой-то ритм. Богобояснение. Ну, вот это вот Харет, это вот отсюда, Харадот. Правильно? Окей, читаем дальше. Подожди, подожди. Объясни, это Боба Зман. Как это? Откуда получается? Боба Зман в то же время. Ну, я понял. А как получается? Откуда оно? Боба Зман. Потому что Боба Зман во времени. Ну, в смысле, во времени, в том же времени. Бо, это что такое? Нет, здесь это просто В. Это без Аллафа. Не, в смысле, не идти во время. Это как Боба Зман. И можно сказать, что Боба Зман. Предлог Б, а Вафф, это, видимо, от его. То есть, во время, время это от Атаз... Ну, наверное, да. Ну, Боба, это время же мужского рода. То есть, это предлог. Может быть. Это в этом префисе мужского рода. Я не против. Может быть. В его время, или в свое время. Правильно. Я не против. Читаем дальше. Рэп Шимон, пожалуйста. Йома Кипурь. Мадоа. Асэрт Йеменгас Шува. Халим Давка Бестав. Замечательно. Значит, почему вот это 10 дней раскаяния начинаются именно осенью? Ну, да. Только вот Халим все-таки не начинаются, а как бы по-русски, по-моему, это ближе попадают, либо выпадают. Выпадают, да. Ну, да. Халим Давка Бестав. Это происходить. Да. Лахули, это тоже как бы происходить. Но по-русски, по-моему, здесь как бы смысл такой, почему они Давка вот попадают на осень? Или по-русски, почему они выпадают на осень? Правильно? Дальше. Бестав. Ну, Бестав ешь на тея, тевтит, ле, гахабиль, как правильно сказать? Да, да, да. Ну, так скажи, я не понял. Ле, гахабиль? Как правильно? Я думаю, это два Г. Ле, гахабиль. Ле, гахабиль? Да. Это гаулам. Да. Киломар, лирот. Не, подожди, давай переведем. Давай переведем. А, давай, давай. Осенью, ну, есть такая тенденция. Про молодец. Тенденция, стремление. Да, да, да. Дальше вот ле, гахабиль, это пустота какая-то, да? Не, не, не. Ле, гахабиль, это напугать. Вот опять, у нас тут много синонимов. Мы говорили, можно говорить он меня пугает. Это активная форма от пахода, правильно? Подожди, подожди, все-таки, подожди-ка, следующее, он же говорит, следующее, последующее, ле, рот, это аулам, кэгэвиль, все-таки, скорее всего. А, да, нет, тогда неправильно. Как парость по испарению, то есть какое-то исчезновение. Не, 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 как пустоту, как суетность. Я ошибался, я думаю, что ле, гахабиль, ну, вот как то, что исчезает, да, то, что кэгэвиль. Ну, тогда как это, ле, гахабиль, как правильно? Осенью, осенью есть, как бы, тенденция, естественная тенденция тщетности мира. Какое? Тщетности? Да, тщетности. Исчезновение какое-то вот. То, что, то, что вот сегодня есть, а завтра нет. Ну, да, вспомните Эвель. Эвель. Эвель, это пар, потом, это Коэль, Суета, Суета. Не, не, ну, во-первых, Коэль, это потом Эвель, Коэль и Эвель. Во-первых, Эвель, Авалим, Аколи Эвель, сто процентов, Коэль. А потом Эвель, какой Рашик, имени Эвель. Эвель, это пар, который выходит изо рта. Ну, это можно не писать, но, в общем, так пишет Рашик. Как то, что сейчас ты его видишь, а через минуту его уже нет. То есть, как бы, это тщетность, суетность. Дальше читай, да, с Келома. Келома, Лиротенгу, Лав, Ки-Гэвель. Правильно. Ну, то есть, другими словами, ведь мир вот такой... Ну, как тщетность, как суету, как угодно. Дальше. Ке-Хасар. Ке-Хасар, Ке-Хасар, Ке-Хасар Машмаут. Да. То есть, отсутствует какого смысла. Ну, бессмыслица, почему? Потому что, как бы, идет и уничтожается. Лам, Улех, Вене-Лам. Он идет и исчезает. Исчезает, правильно. Вот мы говорили здесь слово Улех, это служебное. Оно, как бы, это, это некоторое обезначение процесса, то, что по-английски, continuous. Улех, Вене-Лам, это исчезающий, мне кажется, то, что по-русски. Не исчезает, а исчезающий. Потому что осень, как бы, ну, продолжается несколько месяцев. Чем дальше, тем все больше исчезает. На деревьях там были, не знаю, плоды, то, все, пятое, десятое. А потом постепенно все исчезает, листья падают, поэтому этот процесс называется Олех, Вене-Лам. На и Лам исчезающий, правильно? Окей, дальше Бомацав. Ну, подожди, если Гулех служебный, тут же ВАВ стоит, не так уж очень сходится. Ну, подожди, Олех, Вене-Лам, то есть он идет и исчезает. Здесь Гулех имеет смысл, как бы, он идет, как бы, Я бы сказал, по-русски, я бы сказал, просто исчезающий. Потому что, по-русски сказать, идет и исчезает, ну, как бы, проходит и исчезает. Ну, здесь явно отдельное слово, он не служебное здесь. Служебное, служебное, но служебное, ну, так дальше. Хорошо, но ВАВ-то куда ты денешь? Ну, и что? Олех, Вене-Лам, это словосочетание такое. Олех, Вене-Лам, словоосочетание такое. Как сказать про человека, что он выздоравливает? Можно сказать просто Маври, слово Бари, правильно? Да. Хочешь сказать, что у него как бы, у него долгий реабилитационный период, ты говоришь, у Олех, у Маври. У Олех и Маври, это означает, что он выздоравливающий. У Олех, он по-моему, тебя растягивает действия. Окей? Он ни в одной... Нет, я просто не знал, там есть ваф, я думал, дальше идет типа инфинитива, или что-то такое. Глагол. Читай дальше. Ну и в этом состоянии, что ли? Ну, как бы в такой ситуации, вот в этой ситуации, когда все исчезает. Да, он, значит, душе, это удобно как бы... Ну, это же в еврейском сказано, зэ, ну, Ахлала нефиш, удобно ей душе, ну, по-русски это коряло, правильно? Ну, так удобно ей душе. Да. Вернуться к источнику. Вернуться к источнику. Правильно. Валахэм усим тшува бэймэм алэлу. Алалу, правильно. Алалу. Ну, и поэтому делают тшуву в эти дни. Это ответ, почему, почему ямэй тшува падают на став. Вот это было как бы объяснение, правильно? Потому что встав, все как бы более загнивает и уходит, человеку нечего как бы рассматриваться по сторонам, он возвращается к источникам, потому что все остальное исчезает, и тогда правильно сделать тшуву. Потому что когда все кайф, природа в Ниссане, все расцветает туда, у человека есть видимо, я думаю, у него есть много желаний пойти на страны куда-то, гулять, развлекаться, везде красота, все цветет. А осенью все загнивает. Куда возвращаться? Возвращаться к источнику. Окей? Дальше. Ну, вот это лошу в бэйтшува. То есть вернуться к раскаянию, да? Да, но тут же какая лошу в бэйтшува, да. Эн кавана, лакзор лэкаем, митсувод, Ну, значит, это вернуться, ну, раскаяться, короче, нет намерения вернуться для выполнения митцвот. Ну да, то есть, ну, кавана, это в смысле, что в этом нет смысла, или нет только смысла вернуться к исполнению заповеди. Шекен. Шекен, или потому, что Кьюн, сейчас, поскольку, Кьюн га митцвот, гу, туца, шэн гад шува. Да. Ты не очень понятно, ну, ладно. Эй, поскольку выполнение митцвот, это туца, результат шувы, я не понял, вот это я смысл. Это я что-то не понял смысла, что он сказал совсем. По-моему, это тоже, я не очень понимаю, здесь наоборот он подтвердил, он сказал, что Кьюн га митцвот, это туца, шэн гад шува. То есть, исполнение заповеди, это результат шувы. Ну, а почему тогда сделать шуву, это не обязательно выполнение заповеди. Я не понял этого. Давай дальше. Наверное, имеется в виду, наверное, что надо местами переставить. Сначала человек делает шуву, а потом у него появляется желание соблюдать заповеди. Наверное, да, наверное, так. То есть, когда он возраста, тогда он раскаивается, тогда у него и появляется все. Ну да, то есть, я думаю, Аня права. Не стоит знак равенства, то есть, не стоит шува равняется Кьюн га митцвот, а должна стоять стрелка. Шува, потом стрелка, Кьюн га митцвот, а не то, что шува, это знак равенства Кьюн га митцвот. Наверное, так. Нет, ну, ты грамматику можешь, потому что я тут немножко, ну, разбери, еще Эйн, а дальше Шахэн. Шахэн это что, поскольку? Чемпиан, поскольку. Поскольку Шахэн? Да. Ну, тогда не очень вяжется. Ну, да, вяжется. Эйн, Каванна, Локзон, Локзон, Кьюн, Митцвот. То есть, получается, нет намерения вернуться вполне. И тут же он говорит, поскольку Митцвот этого результата шува. Аня объяснила, я думаю, правильно. У тебя может быть знак равенства, а может быть стрелка. Если у тебя знак равенства, это означает, что шува, это то же самое, что Кьюн га митцвот. А когда ты говоришь, что шува, это некоторый процесс, в результате которого в конце человек приедет к Кьюн га митцвот. А не просто автоматически сделал шуву, начинал, начинал. Ну, я не знаю, в общем, это похоже. Давай здесь, давай почитаем. Ну да, это известная фраза, да. Это слово Атл очень важное. Ну, здесь, по-видимому, его Рабшетки не объясняют. И вернешься ты до. Ну, к своему Всевышнему, что ли, так понимаю? Ну, вообще, простой перевод, вернешься к Всевышнему. Ну, это вот слово, здесь, наверное, он не объясняет. Много комментариев, почему написано Ат. Ат, это, может быть, это не просто к, а это до, как бы, ну, вот у человека, Ла Авгель, стена, и он возвращается до стены. А после стены уже идти нельзя. Понимаешь? Вот Ат, это до чего-то. Ну, простой перевод, вернешься ты к Всевышнему Богу Твоему дальше. Ну, и будешь, как бы, выполнять его. И будешь слушаться его голоса, да. А все, что он Всевышнему заповедует тебе, заповедует тебе, заповедованный. Заповедованный тебе сегодня. Дальше. Ат шува? Ат шува, ацма, и тонуа, тиви, иц, шэльга, ни шэма, га, мишта, кэкет, мишта, кэкет, эль байт авиа. Байт авиа. Да, вот. Давай, давай. Вот это очень хороший кусок. Ат шува, ацма, и тнуа, тиви, шэльга, ни шэма. Ат шува, ну, как по-русски, ец шува, наверное. Возвращение – это сама по себе, это природное движение души. Я думаю, здесь не природное, здесь лучше естественное. Естественное движение души. Естественное движение души. Амич, токрек это тоже. Это синоним детей. Я думаю, здесь это лучше стремящееся. Стремящееся куда? Это стремящееся к дому отца своего. А, подожди, шука, когда я нашел, что это шука-раба, то есть очень сильное желание. Правильно. Ну, вот стремящееся, желающееся, как угодно, правильно, очень хорошо. Это еще один синоним – рацион. Это еще нам на тему хотеть, но только здесь-здесь. Действительно, это… А, ну мы говорили, шука, шука – страстное желание. Вернуться куда? Эль бейтавиа. Дальше? Да, вернуться куда? Эль бейтавиа. Ну вот как раз ответ на этот вопрос, почему вот эта фраза была построена. Сначала душа должна пожелать вернуться к своему отцу, и тогда у нее появится желание исполнять все такое желание. Совершенно правильно. Вот бейтавиа – это снова смехут. Бейтавиа – это смехут. Только еще в конце стоит иё. Вот это юдгей – это дом ее отца, дословно. Потому что нашама – это женского рода. Читай дальше. Плиз. Бегагуа. Бегагуа. Азэ. Митрахэш. Так? Митрахэш бэмюха. Бегагуа. Гастав. Правильно. И вот это вот… Кашкучане, да? Гагуа – это… Скучать? Ну да, томление, томление, скучание. Гагуим. Гагуим – это томиться, скучать. Вот что-то типа этого, да? Гагуа. Ага. И которые, ну, случаются. Митрахэш. Ну, Митрахэш – это то же самое, что Коре. Только более, ну, поэтическое. Которое случается, происходит. Коре – это… Особенно… Митрахэш случается, да? Бэмюхад… Особенно в период, ну, осенью… Ну да, в осенний период у человека Капури. Он начинает что-то такое, думает, размышлять, и душа у него вот возвращается к источнику. И он начинается в Илюле, вместо Илюле, и заканчивается в Йом-Кипур и в Сукот. Ну да, то есть начинается со Слекот в Илюле и кончается в Сукот. Ну, замечательно. Хорошо. А что у нас тут еще есть? Вот. Хотите дальше читать или остановимся на этом? Народ. Ну, как я правильно, Илсен Али. Я бы почитал. Я бы почитал. Ну, давай, да. Замечательно. Я не против. Арслан, ты можешь читать дальше? Аим, Коль. Да. Аим, Коль, Тора, Кула, Хи, Ха, Тшуа. Если вся Тора целиком, она Тшуа. А что, Тора вся целиком, то Тшуа? Ну да, Кула это как бы тоже более-менее служебно. А что, вся Тора, она вся Тшуа? То есть, как бы, все наполнение Тора, все содержание Тора, это только Тшуа. В Торе больше ничего нет. Вся идея в том, чтобы вернуть человека к исполнению заповедей. Вопрос, ответ, Ло. Ло. Ну, давай попробуем это перевести. Тши им ло кен. А если это не так? А не Тия? А на Тия, Клолит, то есть, общее направление, устремление. Общее направление. Общее направление или общая устремленность, как бы, реальности заключается в чем? А в Сию, то слово эпиз. Ну, дословно, в нулевности. Почему? В Ие, Цорах? В Ие, Цорах, Бетнуа, Хапуха. Хапуха, правильно. А Буха, Ашель Асиит, Тшуа. Асият, Асият. Асият, Тшуа, Аль Атшуа. Только, Женька, вот это место стало ниже меня понятно. А им ло кен. Ло. Ше им ло кен. Вот это вот. Ну, имеется в виду, видимо, речь в том, что если бы было бы так, то есть, вот первая фраза, разве себя Тора, это о том, а Тшуи? Нет. И дальше идет. А если бы было бы так, и вот такая вот как бы идет продолжение, чтобы продолжить мысль, что а если бы на самом деле была вся Тора, только бы о том, как бы это самое, то весь мир вернулся бы, а стремился бы к нибытию, получается. Ну да, потому что все время повторялось бы Тшуа на Тшуа. То есть человек читает Тор, и он все время делает Тшуу. Как бы получается луп такой. Сделал Тшуу, а потом опять Тшуу, потом опять Тшуу, потом опять Тшуу. У него было бы шува на цуле, но, наверное, был бы какой-то лук, то есть такое замкнутое движение, которое приводилось к эфису продвижения, потому что церемия как бы одно и то же. Я думаю, что в этом смысле, но я думаю, что нам дальше это лучше раскроется, потому что двоеточие стоит. Потому что, Арсан, ты можешь это все-таки перевести в ИЕ-бзоро? Секундочку, мне тоже непонятно, что имя Ло. Тут Ло еще впереди. Ло, имя Ло, имя Ло Кэтши. Если бы... Если бы не так, тогда на тебя клалит шлем цьюки и афасит. Если бы было не так, тогда тут, как Аня сказала, если это так... Я посмотрела, какое-то уже словосочетание такое готовое. Правильно. А если было бы так? Ну, на самом деле, перевод не буквальный, но это вот устоявшееся такое, устоявшееся выражение. Словарь, во всяком словаре такое дает. Совершенно правильно говоришь. Выдает такое. Ну, и дальше. Сейчас мы все-таки переведем этот кусок в ИЕ-цорах. И будет нужно... Необходимость... Необходимость... Тнуа-фуха. Тнуа-фуха, как бы в обратном движении. Тнуа-фуха, афуха – это обратное, правильно? Тнуа-фуха – это обратное движение. Которое... 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 Было бы действием... Тнуа-фуха над шуу. Ну, да. Исполнением действия тнуа-фуха над шуу. Он сам говорит... Нева-эр – это дворим. Что такое Нева-эр – это дворим? Нева-эр... Проясним... Проясним эти слова... Проясним какую-то ситуацию, да? Нева-эр – это от слова прояснять, да? Нева-эр... Би... Би... Юр-хамец – это, вообще говоря, сжигание хамеца. Он, слышишь, его тоже проясняют до конца. Его сжигают, да? Окей. Нева-эр – это дворим. Проясним ситуацию. Ну, хорошо. Давайте я передам Тимофея, наверное. Давай передай Тимофею. Давай, Тимофей. Давай, Тимофей. Так. Шва приводит к ущербу. Ну, да. Сильное заявление дальше. О, во как. К потере или... Правильно. Увдан – это потеря. Замечательно. Ну, хью-нюд – это жизненность. К потере жизненности этого мира? Да. Да. Совершенно непонятно, каким образом. Давайте читать дальше. Да. Но и велик понятный. Дальше. Давар. Давар Зе. Эхрахи. Замечательно. Мики Иван. Шэдам. Хэта. Хата. Просто хата. Хата. Да. Миша хати. Ага. Да. Дальше интересно. Ихти. Ихти. Зе аулам. Правильно. Так. 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 Это вещи... Давар Зе. Какой давар? Ну, то, что... Какой давар – не очень понятно. Это может быть и хью-ниют. Я думаю, что это имеет отношение к слову хью-ниют. Не к тшве. Или, может быть, к незыку. Непонятно, какой давар. Да. Но, Василий Иванович, вот этот вот процесс. Процесс того, что тшва, она приводит к ущербу. К потерю жизненности мира. Почему? Потому что мир своей жизненности, он человека ввел в грех. Ну, по-моему... Сейчас, по-моему, я вижу направление мысли. По-моему, это так. Да, он говорит, что эта вещь необходима. Правильно. Микки Иван из-за того, что... Из-за того, что человек согрешил. Правильно. И кто привел его к... Правильно. Это мир. Замечательно. Вот вы видите разные формы. Адам, хата – это простая форма. Человек согрешил. А вот то, что по-русски двумя словами говорится – привести к греху. На иврите – это активная форма. Ихти – это привести к греху. Окей. А кто его привел к греху? Это мир. Дальше. Алькен. Алькен гуне лад. Лифрош. Мин аулам. Лизман. Ма. О! Замечательно. Поэтому... Поэтому он вынужден... Правильно. Объяснить. Ну, Лифрош в смысле оставить, покинуть. Но, по-русски говорить, покинуть мир – это вообще, не дай бог, как бы умереть. Здесь имеется в виду Лифрош. Человек замыкается и уходит чуток от мира. Мин аулам и лизман ма. Значит, ну... Ну, это мы крайне... Во время... Во время... Вот тут все время эти самые. Все время такие выражения. Зман ма – это на какое-то время. А, окей. Зман ма – это на какое-то время. Да? Окей. Дальше. Эла. Эла шеаз алаф лашув башува михет шель приша. О! Вот, смотрите, как интересно, какой поворот. Эла шеаз алаф лашув башува михет шель приша. Переведи. Потрясающе. На нем как бы... Эла... Эла... Ну, эла – это отрицание того, что все было до сих пор. И тогда это как бы перевод такой. Эла шеаз... Да ну, опять. Алькена уна и ласли фрош ми на улам. То есть, кто ввел его в грех – мир. И тогда для того, чтобы сделать шеу, он вынужден на какое-то время отстраниться от мира. Я бы так перевел, да? Однако... Однако... Эла шеаз... Однако тогда что происходит? Однако тогда ему следует... Аллах лашув... Что сделать? Вернуться к ответу? Нету... Не, вернуться в чуве. В чем был хед? В чем был хед? Смотрите, какая интересная игра. В чем был хед? Лашув бы тшува мя хед. Значит, сделать тшуву, да? Ну, как бы по исправлению греха или от греха. Какого греха? А в чем бы заключался грех? А как? Ширак шах... Ширак шах... Ширак шах... Грех заключался в оставлении мира. И что ему следует делать? Вернуться в мир. Вернуться в мир. Да? Смотрите, на мой взгляд, вот эта вот фраза, по-моему, она ключевая и потрясающая. Как я понимаю, с точки зрения общего понятия, было такое. Ага. Человек, который согрешил, ну, он там, значит, его мир как бы соблазнил своими всякими соблазнами. Красотой, то и все, и пятое-десятое. Что его грех был в том, что он пошел как бы в мир. То есть, получается, по-первых, по началу, что грех – это мир. Поэтому надо от него отстраниться. А Рафширке приводит совершенно к другой идее. О том, что грех был в том, что он отстранился от мира. И вот шува заключается в том, чтобы он не оставил мир, а чтобы он, наоборот, к нему вернулся. Да? Я правильно понимаю? По-моему, так. Так выглядит. Ну, это какая-то такая эквилибристика, правильно? Давайте дальше прочитаем. Лахэн. Лахэн бэмсэй йом акипурим анусим давар мхла. Да. Поэтому на исходе йом акипура мы делаем удивительную вещь. Какую? Ухлим. Что мы делаем? Кушаем. О, кушаем! Получается действительно, получается действительно такое движение по кругу. Получается спираль. Поправьте меня, если я неправильно понимаю. То есть, для того, чтобы сделать шуву, человек должен есть йом кипур. Смысл йом кипура не еда. Для того, чтобы отстраниться от мира, человек должен не есть. Тогда он делает шуву. Но в этот шуве есть такой аспект, что он уходит от мира. А в мир надо возвращаться. Каким образом? Таким образом, что на исходе йом кипура надо есть. По-моему, очень интересно. Дальше. Есть. Есть шиемру кяну хлим мифней отцом оставим. И стоим, да. И стоим. Да, он интересно говорит, да. Есть такие, что скажут. Ну, как бы, есть такие, которые скажут. Или просто есть такие. Да. Есть такие, которые скажут. Да, что они скажут. Что мы кушаем. Правильно. Перед постом. Не, мифней. Почему мы едим? Почему мы едим в муце йом кипур? И в наш отцом и стоим. Потому что пост закончил. Ну, да. Скажут, а что ты тут накручиваешь? Мы едим, потому что пост закончился, и все. Ну, Равшархе, наверное, хочет сказать. Нет, тут целая философия есть. Не просто потому, что сказано. А, в йом кипур не ешь. А, кончился цо, можешь есть. Нет. Вы ему какие-то глубокие мысли. Какие? А Валь? А Валь, я мэд, и чтобы муце йом кипурим, Ана-хукля-лё-ра-вим. О! А мы-то есть вообще не хотим. Почему? А Валь? Да. Но истина в том, что на исходе йом кипура мы вообще не голодны. Да. У меня только кажется, есть вот АВАЛЯ и Мэд. Это тоже, по правде говоря, я думаю, это русское, по правде говоря. Но, по правде говоря, мы на исходе йом кипура, мы вообще-то и не голодны. Да. Дальше. А РАМА, КОТЕВ, НАЛАХА, ШЕ СЕЛДА БЕСЬЮМ ОТЦОМ, И СЕЛДА МЕЦАВА. СЮДА ХМЕЦАВА. Это тоже смысл. СЮДА ХМЕЦАВА. Да, да, да. Да, вот РАМА. Значит, посмотрите, что такое РАМА. Я к своему сейчас не могу прямо сказать, что такое РАМА. Я мне гипотеза РАМА, это РАМА. Нет, РАМА, РАМА, это кто? Кто? Я, я. Не, не, РАМА, это человек. РАМА, это кто? Я говорю, я просто посмотрю сейчас. У меня гипотеза. А, окей. Значит, РАМА пишет в Валахе к трапезе по окончанию поста, что это трапеза заповеденная. Ну да, СЮДА ХМЕЦАВА. То есть это не просто еда для того, чтобы наполнить желудок. Ну вы знаете, такое понятие СЮДА ХМЕЦАВА. СЮДА ХМЕЦАВА означает, человек не просто суэт, 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 суэт это охэнь. Только как бы трапезничает по-русскому, да. Не потому, что ему надо набраться сил и получить как бы энергию. А СЮДА ХМЕЦАВА, что он должен в любом случае, даже если он не хочет есть, в основном должен он хочет есть. При любых как бы мероприятиях религиотов, например, есть хатуна, есть бритмила, и после этого он взял даже МЦДА ХМЕЦАВА. Человек не может сказать, нет, знаете, я сейчас тут поел это самое, или кедуш, например, да. Человек не может сказать, да не, ну знаешь, я вот до этого там съел, бутылброс, что на есть не хочу. И он сказал, царик, так нельзя, это СЮДА ХМЕЦАВА, ты обязан съесть. Окей, почему? Почему МЦДА ХМЕЦАВА ЕШЬ? ВЕШЬ ЛАРОХ ШУРХАН КМОБА ШАБАТ ИНЕЛИСАР ВЕЙАЙН ВЕЛЕХЕМ ВЕНЕРОТ. О! И необходимо накрыть стол, как на работу. Правильно. Мясом, вином, хлебом и свечами. Ну да, то есть если идея в том, что человеку надо просто, он целый день не ел, проголодался, ему надо поднабраться сил. Совершенно не нужна вот эта вот атрибутика вся, правильно? Как в субботу. Мбасар, ВЕЙАЙН ВЕЛЕХЕМ ВЕНЕРОТ. То есть понятно, что это совсем другое. Что это символика некоторого возвращения обратно в, как бы, не знаю, животворную природу, человеческую вообще природу. Человек возвращается обратно. От того устранения, где он был. Дальше. Лих, ура. Сенатан, только одну минутку. Я должен, у меня другой урок уже в девять. Скажите, в следующий раз, четверг, вы что, этот текст будем продолжать или что другое? Да, я думаю, этот текст, да. Все, тогда вам хорошего вечера. Я тебя присоединю к этой группе, если ты не... А у меня я присоединен. А, ну замечательно, да, мы будем продолжать. Мы сейчас еще вот чуть-чуть вот до этой точки... Отлично. Ну да, хорошо. Счастливо. 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 Будь здоровы. Пока. Да, Лих, ура. Ну, может, я Ане тогда передам, чтобы она... Давай, Аня, вот Аня, давай, начинай до точки. Лих, ура. Самый. Да, Рамо, Рамо, это Раби Мойша Исерлис. Это... А, правильно, правильно. Это ашкеназский комментатор Шулханар О. Да, 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 да. Это примечание за ашкеназы. Это правильно. Ну, как, ну, примерно 16-16, там 17-й век. Так, лих, ура им, отцом, агу, давар идеали. Да. Маду, а лишь вор, у то, басудат Малахим Шеказе. Вот именно. Если, ну, как бы, якобы, на первый взгляд, есть... Если бы, лих, ура. Ну, да, или опять, если бы... Если бы пост – это идеальная вещь, то зачем же, как бы, разбивать его... Ну, в бежбор смысле нарушать его, в смысле, что заканчивать его. Заканчивать его такой царской... Ну, да, то есть, если у тебя идеальное положение, о котором ты только мечтал. То есть, в Йом-Кипур евреи как Малах. Полный кайф. Ну, ангельское вот так получается, да? Что-что? Малахим, солдат Малахим – это царская... Это царская трапеза или ангельская трапеза? Ну, царская, то есть, такая роскошная трапеза, которая с мясом и свечами. Если у тебя была такая классная ситуация, что ты чувствовал себя просто ангелом, ты должен с нехоти просто жевать как бы черственный хлеб для того, чтобы сказать, ну, хорошо, ничего не пойдет, придется что-то такое съесть, чтобы поднабраться сил. А зачем устраивать такую штуку? Значит, это не так. Дальше. Йоцэ. Йоцэ ли элефизэ шэ матарат отцом и... Матарат отцом. Это снова слово. Ну, да, матарат, я хотела сказать. Матарат отцом. И маахэль шэль муцэй йо макипурим. Во как! Во как! Это вообще загнуто. Так. Йоцэ лэфизэ, как это, выходит отсюда. Ну, и получается, или... Получается, следует отсюда, что цель поста – это как бы трапеза, трапеза еда на исходе йо-макипура. Вы представляете, как? Это вообще такая вещь сказать, как бы, ну, совершенно по-простому переворачивать сознание. Сказать, что весь смысл йо-макипура – это еда в его муцэй. Нифига себе. Такое можно было придумать. Идея йо-макипура – это человек возвысится до, ну, как бы традиционно, да? Эта идея йо-макипура – это возвысится до уровня ангелов, которые тоже не едят, не иметь ничего человеческого бренного и, как бы, вернуться к источнику Всевышнему. А нам вместо этого говорят, что вся идея йо-макипура – это вот эта королевская трапеза в муцэй йо-макипур. Что-то непонятно. Дальше. Амифхан? Амифхан? Амифхан – это как бы проверка, что ли, получается? Ну да, то есть настоящее испытание, настоящее проверка. Истинное испытание от швы – это радость этого мира, получается. Поэтому мы должны кушать. По-моему, это потрясающе. То есть получается, что чува-чува – это не, как бы, человек говорит, все, 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 все. Я тут слишком в этом мире, а он меня слишком привлекает. Надо шоры поставить. Поменьше есть, поменьше пить, поменьше кайфовать. Это только-только меня уводит от Всевышнего. Рашеки говорит наоборот. Что вообще настоящее испытание от швы – это когда человек вот эту трапезу делает. То есть когда он возвращается в мир веселым. И вот это вот его настоящая тшува. Или, во всяком случае, его подтверждение его. Что тшува его настоящая. И поэтому мы обязаны есть. Обязаны. Не потому, что у нас мы голодные были в сутхе. А потому, что мы обязаны есть сюда от митцва. Аматора. И цель этого всего процесса этого – это вот еда. Какой процесс? Ну, процесс съемки пурат-шувы. Получается, что задача всего неедения в пост – это еда. Обратная совершенно. Аматора. Почему? Аид пайсут. Аид пайсут. Ну, как это получается? Примирение. Примирение. Примирение святости с миром. Правильно. Так, шехен. Мацаф ак душа шель анишама еш кэра бэйн адам лэвэйна олам. Поскольку состояние святости души – это как бы представляет собой разрыв между человеком и между миром. О, замечательно. У человека есть кэра. Кэра – это действительно разлом. Да, разлом. Кэра – это больше разрыв на иврите. По-русски это больше разлом, да. Это вот такой разрыв. Ну, разрыв. Разрыв. Человек. Человек разрывается между еш кэра бэйн адам лэвэйна олам. Правильно. Человек между человеком и миром. Меца так душа шель анашама еш кэра бэйн адам лэвэйна олам. У человека есть нашама. А нашама в ней главное – это душа. Вот эта вот душа шель анашама, то есть святость души, она разрывается между человеком и между миром. И вот этот, видимо, Йом-Кипуром призван сделать вот такой процесс, когда человек возвращается, а потом возвращается, он возвращается. То есть чуану-чуу. Так, правильно? Окей? Ну, хорошо. Давайте здесь закончим. Остались сравнения. Можно кусочек дочитать? Не знаю. Я бы дочитала. Хорошо, давайте дочитаем. Я не против, пожалуйста. Ребят, я уже пойду. Спасибо всем. А, Тимофей, ну Тимофей уже там. Не-не, если Тимофей уходит, давай тогда. Давайте забы все отходим. Окей, хорошо. Тогда, смотрите, с Божьей помощью в Йом-Хамиши мы не будем заниматься актуалией. И мы разбирали заповеди Раф-Кук и секуляризм, да, хелонию. А мы постараемся докончить Хагетти-Шрей, насколько мы сможем продвинуться. Мы застанялись на этом месте. Значит, только запомните, пожалуйста. Я это в объявлении напишу, чтобы в Израиле перевели время на час назад. Хорошо? Все, тогда на этом останавливаемся? Да. Очень интересно было, очень интересно. Хорошо, суроту вот. Всем счастливо, до свидания, пока. Спасибо. Пока, пока.